Приветствую тебя на канале, я Елена Кошелева, и в этом видео мы поговорим о том, куда уходит женственность, почему мы становимся жесткими, и куда уходит легкость, мягкость, и то кайфовое состояние, в котором тебе самой хорошо. Подписывайся на канал и смотри видео, в которых ты узнаешь про себя. Друзья, программа «Я сама», которая включает в нас очень жесткие границы, это тогда, когда мы начинаем ставить очень высокие стандарты, это тогда, когда мы начинаем очень много требовать от себя, очень много требовать от других. А также у нас возникает вот это ощущение неопределенности, что я не могу рассчитывать на какой-то один результат, и совсем непонятно, что будет, может быть, так это развернется, может быть, по-другому. И вот эта неопределенность рождает в нас ощущение контроля, когда мы хотим контролировать процесс, и нам очень сложно доверить себя другим людям. И в этот момент включается такая защитная реакция. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сама». И если ты еще и много раз пробовала, когда ты ждала, когда тебе казалось, что ну как другие люди не понимают, что мне это важно, что мне это надо, и ты не знала, как сказать о своей потребности, а может быть, иногда ты даже и не знала ее, потому что очень рано мы отказываемся от себя, очень рано нам говорят о том, что помолчи, за умную сойдешь, или никого не волнует, что ты устала, встала и сделала. И мы очень рано понимаем, что никому не важно, что мы чувствуем, важно только то, что мы делаем, и важно только то, что мы делаем, одобрять, чтобы другие должны были, и вот это желание быть хорошей девочкой. И тем самым мы создаем очень жесткую границу вокруг себя. И мы не можем принять ту помощь, ту поддержку, и мы не можем попросить, и мы не можем сказать о том, что мне важно. И в этот момент мы становимся с вами жесткими, мы становимся с вами грубыми и теряем легкость. Мы как каменные бабы становимся, которые знают, что на них все держится. И если они рухнут, то рухнет все. Это сверхответственность, которая ложится на наши плечи. Что же с этим делать? Куда идти? Идти надо вовнутрь себя, потому что внутри тебя есть маленькая девочка. Это наше уязвимое состояние, это наши чувства, это то, быть может, от чего ты очень давно отказалась. Но только через контакт со своей уязвимостью, со своими нежными, спокойными, мягкими чувствами, и со своей способностью защитить себя, со своей способностью попросить другого, и понимание, как это сделать, мы можем вернуть себе мягкость, можем вернуть себе легкость, и можем вернуть себе такое спокойное женское состояние, что мне все равно помогут, да, я все могу не знать, но мне помогут, и поэтому я веду себя по-женски. А это значит, заняла нужное место, глаза накрасила, красивое платьишко надела и что-то научилась делать, да, а я еще и кофе умею заваривать, да, а я еще и документы распечатываю, а еще мне вот это важно сделать. Не поможете мне сделать это? Как же научиться нам вот этому внутреннему состоянию уверенности, что все, что мне надо, мне дадут, надо только попросить? С вами Елена Кошелева и до встречи на следующем видео.